Всем привет! Сегодня наконец-то покупки к лету. Честно говоря, я сегодня не планировала снимать видео и как-то особенно не подготовилась, но я надеюсь на ваше понимание, потому что я скоро уезжаю, я просто не успела бы. Так что сегодня мы будем рассматривать все те вещи, которые я купила онлайн. Что-то будет прямо из пакета, некоторые вещи будут слегка помятыми. Я очень рассчитываю на ваше понимание, но в примерке я все обязательно разглажу, потому что я вас очень сильно уважаю и не хотела бы, чтобы это смотрелось как-то неопрятно в кадре. Ну а потом, когда я вернусь, уже будет вторая половина мая и как-то не то чтобы не актуально, но просто возможно этих вещей уже даже не будет в продаже. Что-то нужно еще добавить? Вроде как нет, давайте начнем. И как обычно, по нашей небольшой традиции, то, что находится на мне, это ромпер, который я купила в Заре. Мне очень понравилась расцветка и у меня много таких вещей, знаете, официальных что ли. Мне не хватает чего-то, что я могла бы носить каждый день, что-то надеть просто на прогулку с ребенком или на пляж. Так что это будут такие лайтовые наряды, куда-то в город, не знаю, не на выход, хотя кое-что будет даже такое более нарядное. В общем, ромпер очень классный, мне нравится то, что он свободный и он не сковывает движения. И самое классное то, что у него очень-очень приятный материал к телу, в нем однозначно не будет жарко. Я все еще сижу с этикеткой, я только что натянула этот ромпер на себя, то есть это комбинезон. Я не помню какой размер, но я все-все-все укажу вам в инфобоксе. У меня в закладках есть много классных вещей, поэтому если я что-то еще не успела купить или что-то ко мне не доехало, или просто поделюсь с вами какими-то классными находками в инфобоксе, не забывайте заглядывать. В общем, с ромпером мы разобрались, освежающий оттенок, мне нравятся пуговки, и вообще он прям дышит летом, он кричит о том, что наконец-то стало тепло, можно расслабиться, можно наслаждаться прекрасной погодой. Если вы засматривались на него, то я однозначно советую купить этот комбинезон. Дальше на мне сережки. И я купила несколько аксессуаров в магазине Страдивариус. Эти серьги у меня с ракушками. Ракушки вообще захватили весь бьюти мир, модный мир, и они везде, они повсюду. Теперь у меня слово ракушки ассоциируется только с видео Вики и Марка, где они рассказывали там о инстаграмщиках и вообще о блогерах. Ну, в общем, ракушки. Ракушки выглядят очень интересно, тоже так по-летнему. И эти серьги у меня из такого набора. Я не могу сказать, что они мне прям как-то вот эти мне очень сильно нравятся, хотя, когда я вижу на ком-то, то почему бы и нет. Это такая бижутерия, вот знаете, просто разбавить какие-то наряды, то есть это не те аксессуары, которые будут служить годами. Хотя, вы знаете, я покупала что-то в Страдивариусе и в Манго, и ношу серьги, браслеты, какие-то такие, знаете, недорогие вещи годами буквально. Так что не исключено, что эти серьги вы будете видеть на мне очень-очень часто. Мне настолько понравилась летняя коллекция марки Страдивариус. Я готова скупить практически все. И одной из таких классных покупок стали вот эти брюки. Они у меня тоже были. Но я признаюсь честно, что я поставила себе такое пятно и неудачно его застирала во время праздника, вечеринки, наверное. И теперь там такой развод, с которым ничего не сделаешь. Так что пришлось докупить еще одни. Они стоили около 20 евро. Они представлены в нескольких расцветках. И это такие свободные брюки на резинке. У них такой классный, мягчайший материал. Я, как видите, выбрала себе такой светлый оттенок Camel. И оказалось, что он так красиво, гармонично сочетается и с синим, и с полоской, и с белым, с бежевым, с желтым. У меня есть жакет, который я покупала в Mango в прошлом сезоне. Я его обожаю. Я нашла очень похожий. Также в Mango есть из льна, по-моему, такой желтоватый. Если вам он нравится, то сейчас вы можете приобрести что-то очень похожее. И ссылка я поделюсь с вами внизу. Ну, короче говоря, брючками я крайне довольна. То, что я сейчас покажу, очень актуально. Делюсь с вами своей находкой. Причем эта куртка представлена сразу в нескольких цветах. Хаки, беж и вот этот. Я не могла определиться. Мне нравились все. Ну, нужно было выбрать только одну. Я купила ее в магазине Stradivarius. Она недорогая. И она спасет в летние вечера, в такую погоду, как сейчас. Может, будет прохладно. Но вы понимаете. Короче говоря, когда непонятная погода. Вот так. Когда нужно что-то взять с собой, нужно что-то набросить. На любой случай жизни. С платьем, с брюками, с юбкой. Мне нравится то, что эта модель удлиненная. И она с поясом. Мне хотелось бы, чтобы рукав был чуточку уже. Возможно, я его ушью. Но я обычно все подкатываю. Так что тоже не вопрос. Материал плотный. Есть много карманов. Вот это супер удобная вещь. Которую я от всего сердца вам советую. Продолжаем со Страдивариусом. Я увидела там такую сумку и не смогла уйти без нее. Сейчас на рынке есть огромное количество всевозможных плетеных, деревянных, каких угодно сумок. Но мне захотелось чего-то интересного, чего-то необычного. И, по-моему, мне удалось найти такой вариант. Ручки здесь из чего-то натурального. И внутри есть мешочек. То есть, можно все ваше добро спрятать, завязать. И мошенники вроде как не должны сюда залезть. Я могу также советовать эту вещь. Она классно подходит под все наряды, которые я сегодня буду вам показывать. Буквально ко всему. В H&M у меня была всего одна покупка. Но зато какая. Это резинка, которую я иногда надеваю даже как браслет. И, во-первых, она классно держит волосы. Во-вторых, здесь очень удачное для меня личное сочетание цветов. То есть, как видите, такой горчичный, синий и белый. Но не кричащий белый, а такой молочный. Скорее так. И вот этот супер бюджетный аксессуар так здорово дополняет все наряды. Даже к этому ромперу он подошел бы. В общем, мне нравится тренд на всякие косыночки, на шарфики, на вот такие банты. Не слишком молодежные, а просто такое что-то милое, симпатичное. Ну, в общем, вы поняли. Если вы не впервые на моем канале, то однозначно в курсе, что моя любовь к комбинезонам безгранична. В любое время года это неудобно. Все мы знаем почему. Тем не менее, я продолжаю их покупать, носить. Это очень стильно. Для меня это самый простой и быстрый способ одеться без заморочек. И как-то не продумывать свой образ. Этот ромбер я купила в Страдивариусе. И он мнется. Так как это натуральный материал, мне нравится расцветка. Когда я на авто загарюсь, это так классно выглядит. Я уже несколько раз его надевала и каждый раз получала огромное количество комплиментов. Кто интересовался, что это за мини-платье и кто возмущался, как в таком коротком можно ходить. Это комбинезон. Ничего не просвечивается, ничего не выглядывает. И теперь вы знаете, где можно купить его. И у меня размер S. Меньше не было и меньше я даже не хотела бы. Здесь такой лаконичный поясок. Но опять же, в Страдивариусе, слушайте, я готова купить все. Ну, что тут можно сказать в свое оправдание. Я заказала еще и вот такой пояс. С этим поясом тоже классно будет смотреться комбинезон. Он из чего-то натурального. Он плетеный и там есть еще несколько, но они вечно распроданы. Я взяла себе самый большой размер, по-моему. У меня 80. И я опять же его закручиваю. Я постараюсь показать, как этот цвет подойдет ко всему. Даже к цветным вещам. И на лето сейчас вот очень модно покупать такие пояса. И просто дополнять базовые вещи. Очень-очень свежо. Так трендово смотрится. Но для меня все вот эти тренды, которые представлены в магазинах, это так, ну, я стараюсь поверхностно к ним подходить. Я выбираю только то, что нравится мне, в чем мне комфортно. Я думаю, что вы и так это заметили. Передохнем от Страдивариуса. Но это еще не все. В Заре мне понравились вот эти лодочки. Я давно хотела себе купить что-то именно в звериный принт. Еще до того, как он стал таким актуальным. И все они, те, которые я примеряла ранее, смотрелись как-то так чересчур. А вот эти, благодаря тому, что здесь такой черный носик и черный каблук, задник. Мне показалось, что они такие вот более шикарные, что ли. И эти туфли я уже один раз надевала на вечеринку. Мы отплясали всю ночь с подружкой. И у меня даже не болели ноги. И я их особо как-то не убила. Чему я несказанно рада. Эти лодочки я ношу исключительно с чем-то очень сдержанным, очень спокойным, лаконичным. Потому что они и так уже говорят обо всем. И вот когда я надеваю брюки, темный верх или верх в цвете брюк, я даже отказываюсь от бижутерии. Потому что для меня это уже слишком вызывающе. Но покупка очень классная. Если вы искали что-то такое, то сейчас в актуальной коллекции Zara они все еще есть. В скором времени, я очень надеюсь, мы отправимся в отпуск. И с мыслью об этом я купила несколько таких, ну, чуть ли не пляжных вещей. Хотя, когда в городе очень жарко, я тоже хожу в таких вещах. И я не совсем понимаю, когда кто-то говорит, что ты мама двух детей, тебе за 30 там, тебе уже не положено. Откуда такие стереотипы? Мой муж очень радуется, когда я надеваю такие вещи. Он говорит, господи, я тебя такой полюбил. Посмотри, какая у тебя фигура. Зачем ты надеваешь вот это все такое объемное на себя? Порадуйте своего мужчину, если вам позволяет ваше телосложение. Если что-то на вас классно сидит и вообще хорошо себя в этом ощущаете, who cares, да? Просто носите то, что нравится вам. Я именно так и делаю. Это платье я купила на Asos. Мне нравится, что это такая женственная модель. Красиво выглядят ключицы, скромная расцветка, вот эти жемчужные пуговки. Все это как-то гармонично сочетается между собой. И одновременно и женственная, и молодежная, и невызывающая. Да, для меня это невызывающе. Не могу сказать, что это супер-мега качество, так как здесь какие-то ниточки. Но это платье тоже не было дорогим. Оно же есть в длине мидии и в разных расцветках. Поищу для вас. Еще в примерке вы увидите несколько базовых вещей. Поэтому проговорю. И девочки, кто спрашивал, где я купила такую футболку черную. Она более элегантная, не слишком такая расхлябанная. Я покупала ее еще такую же белую в магазине Mango в актуальной коллекции. Тоже постараюсь вам написать в инфобоксе. Она очень приятная, но тоненькая. Учитывайте. А вот эта тоже очень классная. Это натуральный материал. Она очень ровно сшита, в разных цветах есть. Я купила себе такую. И скорее всего, да закажу еще нежно-розовую и черную. Просто не было моих размеров. И они здоровские. Я понимаю, почему они распроданы. В Zara я купила платье. Я прям вот кардинально обновила свой гардероб. Если очень хочется, то почему бы и нет. Те вещи, которые я носила в прошлом году, в позапрошлом. С некоторыми все нормально. А некоторые выглядят так, как будто они достались мне по наследству от кого-то. Даже классные, качественные, базовые вещи со временем изнашиваются. Вот и все. Поэтому я так освежаю свой гардероб из сезона в сезон. Это платьица из Zara. Из хлопка. Такое лаконичное. Очень скромное. В этом все я, наверное. С такими натуральными аксессуарами. С какими-нибудь рыженькими босоножками. Я люблю такие вещи. И меня не смущает то, что их нужно каждый раз гладить. Окей. Еще в моей посылке были брючки и куртка. Эти брюки, опять же, есть в нескольких цветах. Очень приятная ткань. Она будет мяться однозначно. Но эти брюки и не обязаны быть идеально отглаженными. У них, вижу такой расслабленный фасон. То есть они не должны сидеть в обтяжку. Но в примерке мы с вами вместе посмотрим, как они выглядят на мне. Вот этот поясок. Ну ничего так выглядит. Я хотела себе что-то нежно-розовое, чтобы носить со светлыми вещами. С джинсовой курткой. Еще джинсовую куртку вам покажу. Куртка такая хулиганская. Как будто ее кто-то покусал. Но, наверное, так и должно быть. Мне очень нравится расцветка. И то, что она не маленькая. Я хотела себе очень объемную светлую джинсовую куртку. У меня есть подлиннее. Но она не совсем выигрышно смотрится. Не со всеми вещами. Вот эту еще попримеряю. Должна очень хорошо смотреться с этими брючками. И с шортами с какими-то. Ну, будем посмотреть. Не знаю, не знаю. В Stradivarius есть огромное количество курток. В Pull&Bear. Скорее всего, я именно туда отправлюсь. Посмотрю, что есть у них. И потом решу. Мне просто не хотелось, чтобы эта куртка была настолько потертой. Может, и оставлю. Не знаю. Но мне очень-очень нравится сочетание пастельных цветов с таким оттенком джинсовой ткани. Так что я ищу свою идеальную куртку. И не слишком длинную, и не короткую. И такую свободную. Может, это она и есть. Пока что вот только вместе с вами распаковала. Опять же, пишите. Как вам? Чуть ранее в Zara я купила вот такие кожаные. Кстати, не очень дорогие. Я уже не знаю, как они правильно называются. Собо или мюли. В моем юношестве это были просто шлепанцы. И все были довольны. А сейчас прям какие-то баталии, споры на тему того, что же это за обувь. Вы видите, как это выглядит. Они немножко забавные для кого-то. Мне нравится, как они смотрятся. У меня не слишком большая нога. Я поняла, что с возрастом она выросла. И теперь у меня 38 размер. Или с размерной сеткой в магазине что-то не так. Они классные. Они очень удобные. Они не спадают. Они ни разу мне не натерли. И если очень жарко на улице, то в любой обуви, кроме босоножек, вам также будет жарко. Но на такую погоду переходную, на вечер, я даже днем ношу. Все нормально. Нога не особо потеет. Здесь такой интересный маленький каблучок. И они подходят к очень-очень многому. Уже не кожаная пара обуви. Я хотела купить себе качественную, классную обувь. Такого плана, именно в таком цвете. А потом подумала, ну окей, в Страдивариусе есть такие. Они не слишком дорогие. Почему бы и нет? В прошлом году я все лето ходила в шлепанцах из Страдивариуса, в таких черных. Я их затаскала до не хочу, не могу. И сейчас мне стыдно в них выходить на улицу. Но если бы они еще раз появились в продаже, я купила бы себе сразу три пары. Потому что они настолько классные. Они как тапочки. Нет, они даже круче. И вот эти босоножки, они тоже очень-очень удобные. Они так классно сидят. Здесь устойчивый каблук. Ну и цвет, я должна сказать, это база. Тоже сочетайте с чем угодно. И с джинсовой, вот смотрите, как здорово. И с чем-то светлым, с белым. Мои пакеты. Нашествие пакетов. Но также есть пара обуви, которой я не очень довольна. Точнее, мне они просто не подошли. Сейчас. А вот эти босоножки, к сожалению, едут обратно. Я купила себе 37 размер. Они были мне малы. 38 заказала. И подумала, что будет то, что надо. К сожалению, здесь слишком широко. И нога прямо выскальзывает. Если у вас узенькая ножка, то не вариант. И, конечно же, учитывайте то, что здесь материал, он светлый. Он будет пачкаться. Но разве что вы живете где-то, где супер чисто. И пыль вообще не попадает вам на обувь. У нас, в принципе, не особо грязно. Но я однозначно, вот прям однозначно уверена в том, что они станут черными в конце сезона. Но даже проблема не в этом. Я сказала, да, что с размером я прогадала. Купила несколько аксессуаров. Тоже в Страдивариусе. И одни сережки в резерв. Вот эти у меня из резерв. И сейчас вижу, что я заплатила за них практически 10 долларов. Я что, с ума сошла? Я просто покупала очень много детских вещей. И не обратила внимания. Я не ожидала. Резерв сейчас повысили ценовую политику. Насколько я поняла, у них есть и классные вещи. Я сниму для вас шоппинг-влог, когда вернусь. Попримеряем, что там у них есть интересненького. Ну, как-то вот для сережек, которые можно купить на Алиэкспресс за копейки. Я заплатила столько. Ну, зато они классные. Жемчужные, очень такие скромные. Мне они нравятся. Я долго смотрела на эти серьги из Страдивариуса. Не могла понять, что с ними не так. Или что со мной не так. Сережки одинаковые. Ну, просто кто-то неправильно завесил вот эти вот, видите, кольца. Нужно будет это переначать. А сами по себе серьги очень классные. Опять же, если вы готовы подождать несколько недель, то можно заказать на Алиэкспресс. Есть огромная куча всевозможных моделей и цветов. Но я не могла ждать. Моя посылка, кстати, уже идет полтора месяца. Я до сих пор без сережек. Мне захотелось. Получите, распишитесь. Теперь придумайте, как это чуть-чуть исправить. Ну, то есть, когда вы покупаете в стационарном магазине, вы видите все сразу. Тут же вот такой моментик. Очень мне понравились ракушки. Я хотела их снять и тут же надеть. Потом подумала, нет, ракушки оставим только для ушей. А остальное просто вот так вам покажу. Это браслеты. Вот этот мне не очень нравится. Вот эти я обязательно буду носить прямо все вместе. И все это добро стоило без понятия, потому что заказывала онлайн. И здесь почему-то нет ценника. Но мне бижутерия из Традивариуса нравится. И, кстати, у меня на нее нет аллергии. На некоторые серьги я прям вообще так плохо реагирую. Красные, вот эти дырочки, все чешется. Ну, короче говоря, с вот этой бижутерией у меня все в порядке. Небольшая предыстория. Я хотела себе купить классный светлый костюм на Кристины, на роспись брата. Ну, и вообще, я очень люблю всевозможные жакеты. Вы знаете, да, у меня их много. И они спасают меня в каждой ситуации. Я действительно их ношу, а не просто скупаю. Это важно, это важно. И я купила себе по рекомендации очень классный шелковый костюм. Там шелк и лен. Но я почему-то решила, что мне нужен размер 36. И костюм пришел просто невероятного качества. Я покажу вам, скорее всего, в собиралке это все или во влоге. Посмотрим. И 36 у меня брюки, а 34 вверх. И я даже заказала себе брюки. И теперь держу кулачки, чтобы все это приехало. Но к Кристинам я не успела. И на Кристины я покупала вот этот жакет в Заре. И, вы знаете, это очень дорого на такую вещь. Вот реально он стоит 100 долларов. Но качество здесь такое среднее. Он неплохо сидит, издалека неплохо выглядит. Но эта ткань вот как-то... Да, и пошита все ровно. Я не могу сказать, что прям вообще плохо. Но вот как-то мне кажется, что за такую ткань брать 100 долларов, это очень много. Но я надела его, и Тома говорит, тебе так классно, так классно, иди. У меня еще есть белые брюки. Я покупала такие же в прошлом году. И рыженькие у меня такие же. И белые в этом году еще одни докупила. Знаете, что с белым тоже вечно какие-то траблы происходят. Вот кто спрашивал, я знаю, что девчонки даже искали на свою свадьбу. Я купила в Заре. Но я не могу рекомендовать конкретно этот жакет. Он неплохо выглядит. Но для меня это дорого. Вот серьезно. Я уже хотела с вами попрощаться, но тут приехал курьер. Честно, я не ждала никакую посылку. Я ничего не заказывала. Мне прислали что-то от 12 Stories. Я заглянула одним глазом. Это очень классный бренд. У них супер качественная одежда. И спасибо большое. В честь их пятилетия они прислали мне две новинки. Я так понимаю, что это новинки. Я примерила вот это платьице. Это сарафан точнее даже. Конечно, по качеству это не сравнится с Зарой, с масс-маркетом. Очень-очень хороший материал. Такой добротный. И они угадали с размером. Спасибо большое. Мне очень приятно. У меня размер XS. Чуть-чуть в груди великовата. Этот сарафан идет на вот таких широких шлейках. С поясом, длина миди, белый цвет. Конечно, он не мог мне не понравиться. Спасибо. И еще что-то. Это поло. Вот в таком мятном цвете. Я очень люблю такие вещи. И оно немножко просвечивается. Но для меня это не проблема. Я буду носить его обязательно. Еще раз благодарю вас от всего сердца. И мне кажется, что с белыми брючками, с джинсовыми шортами будет смотреться замечательно. На этом у меня все. Вот такое спонтанное видео. Я надеюсь, что вам оно пригодится. Я старалась снять его еще сейчас, чтобы все было актуальным. Я не знаю, любите вы масс-маркет или нет. У меня с этим вообще никаких проблем. А то такое впечатление, что все одеваются в супер брендовых магазинах. А потом ты показываешь что-то из Stradivarius, из Zara, из Mango. И тебя просто хейтят. Как это можно носить? Не знаю. Я люблю такие вещи. Я их покупаю сама. И если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.